В комментариях я встречаю многих скептиков, которые уверены, что лучшие времена уже прошли, да ничего хорошего в будущем нас не ждет. Но так говорят те, кто не видел, какую экономическую программу будущего презентовал первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, чтобы российская экономика стала четвертой экономикой мира, а ВВП страны вырос на 20% за 6 лет, всего-то и нужен простой советский... Общий шалом, ты на канале Привычка Умножать, меня зовут Рами Зайцман и сегодня я тебе расскажу, какие экономические планы у нашей с тобой страны на ближайшие 6 лет и как мы будем их придерживаться. 29 февраля состоялось послание президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию. Это послание можно считать самым дорогим посланием в истории России. Наше правительство собирается потратить на развитие страны до 2023 года более 10 триллионов рублей. Каш потратим. Курс-то можно будет раз в 10 отпустить. Тогда все мечты станут реальностью. Тогда же, 29 февраля, президент страны заявил, что Россия стала пятой экономикой мира. Важно уточнить, что это по показателю ВВП по паритету покупательской способности. По данным сайта WorldEconomics, сейчас первое место по показателю паритета покупательской способности занимает Китай с показателем 33 триллиона долларов. А наша же страна находится на гордой пятой строчке с показателем 5 триллионов 700 миллиардов баксов. Россия обгоняет Германию и совсем немного не догоняет до Японии с показателем 5 триллионов 800 миллиардов долларов. Да что ты меня лечишь, Зайцман? Картинки мне какие-то суешь, где мы, пятая экономика, впереди Германии? Да если мы пятая экономика, так я в ахере, как там остальное мир живет вообще? Для того, чтобы понять, как Россия докатилась до пятой экономики мира, давай-ка немного освежим в памяти понятие ВВП и рассмотрим, почему его считают, с каким-то там паритетом. Вот тебе пример. Произвел пивной завод Балтика бутылку пива, которую ты купил за 100 рублей. Эти 100 рублей ушли в ВВП, подвез тебя на такси, обоссоли за 1000 рублей до дома, и эта 1000 рублей пошла в ВВП. Купил ты новенькую Ладу Веста с завода за полмиллиона рублей, и она полторашку стоит. Сколько? Полтора миллиона. Извиняюсь. Ну, и эти полтора миллиона рублей тоже ушли в ВВП. И сумма всех вот этих вот товаров и услуг за год, это и есть ВВП страны. Условно посчитали все товары и услуги, которые купили, и вот и получилась сумма в 5 триллионов денег. Этот показатель достаточно абстрактный, потому что все считается в одной куче, да и непонятно, как все анализировать. Однако, политики не очень пока, так страны крайне любят мериться этим показателем. По логике этих стран, считать просто ВВП и мериться цифрами неправильно, ведь тот же таксист в Америке за 10 километров пути возьмет с тебя больше, чем московский таксист, а услуга одна и та же. Именно поэтому и придумали считать еще и ВВП страны по паритету покупательской способности. Берется определенная корзина товаров в США и у нас, делится и получается коэффициент. Для России этот коэффициент равен примерно 2,65 к ВВП Америке. Этот коэффициент показывает недооцененность нашего рубля к доллару относительно товаров первой необходимости. То есть, реальный курс рубля должен быть 40 рублей за бакс. Теперь иди с этой информацией в банк и продавай свои рубли по курсу паритета. ВВП по паритету очень удобный показатель, но только для бедных стран. Для того, чтобы они могли показать, что много га еще. Ты можешь видеть, как по этому показателю любимая мною Индонезия обгоняет жалкую Англию. Или Бразилия обгоняет Францию. А Мексика вообще выше всех по этому показателю. Ну, по крайней мере, выше, чем Южная Корея. Очевидно, что показатель мало зависит от самого уровня жизни. Но как поднять уровень жизни самостоятельно? Согласись, у каждого из нас прямо сейчас в коридоре стоит пара бархатных тяг, которые ну просто кричат о том, чтобы их хорошенечко так отдали на профессиональную чистку. Посмотри, как можно качественно и быстро восстановить убитую в хлам обувь. На такую магию способны только ребята из Сникфрэш. Это самая крупная сеть химчисток обуви в России. 2019-й. Ребята просто чистят кроссы друзей в подсобке барбершопа. Услуга зашла людям. Спрос попер. Ребята поняли, что бизнес реально приносит доход. И начали масштабироваться. Сейчас в сети уже более 80 прибыльных точек с крутым и стильным дизайном. Выручка одной такой точки от 800 тысяч рублей. Почему химчистка обуви так востребована? Сейчас на ценнике в обувном магазине без мата не взглянешь. Достать новую модель любимого бренда очень сложно. Что делать? Ухаживать за своей обувью. И Сникфрэш помогает это делать. И ты можешь зарабатывать на этой услуге от 200 тысяч рублей чистыми с одной точки химчистки. Ты можешь запустить бизнес и не бояться, что не получится. Ведь Сникфрэш дает своим франчайзе гарантию заработка. Не заработаете? Вам вернут деньги. Никаких рисков и потерь. Условия фиксируются в договоре. Получи бизнес-план открытия химчистки и ремонта обуви уже сейчас. Оставляй заявку на сайте по ссылке в описании ролика. Раз президент страны указал цель, наше правительство видит цель. А Андрей Белоусов, первец пример, вообще не видит препятствий. По его мнению, российская экономика может стать четвертой в мире при сохранении показателей устойчивого роста ВВП на уровне 2% в год с ускорением до 3. А ускорением может стать пинок в виде пяти основных механизмов, которые будут направлены на увеличение ВВП примерно на 20% до 2030-го. По словам самого Белоусова, первый механизм – это повышение производительности труда на фоне кадрового голода. Для подмасштабной задачи это будет проведен масштабный реинжиниринг бизнес-процессингов на предприятиях всех основных, не сырьевых отраслей экономики, социальной сферы. Тебя не должно пугать слово «реинжиниринг». Это слово означает, что все бизнес-процессы в нашей стране устарели, и им нужна глобальная перестройка. Ты сам это, скорее всего, и наблюдаешь у себя на заводе или на предприятии. Белоусов обещал, что к 2030-му не менее 12 тысяч объектов и 288 тысяч социальных учреждений по всей России будут подвергнуты кардинальным изменениям в плане производительности труда. Последний раз, когда мы проводили перестройку, что-то не так пошло, да? Страна развалилась, брат. А в этот раз все же точно будет не так. Второй механизм призван обеспечить рост инвестиций в российскую экономику. Для этого будут развиваться механизмы соглашения о защите поощрения капиталовложений. Да, прикинь, есть целый механизм, который направлен на поощрение капиталовложения в Россию. Суть его в том, чтобы крупные инвесторы открывали бизнес и рабочие места у нас в стране. Государство обещает возмещать затраты на строительство инфраструктуры в размере от 50 до 100%. А также компании еще могут рассчитывать и на погашение процентов за счет налоговых вычетов и субсидий от государства. Также Белоусов заявил о предоставлении регионами инвестиционных налоговых вычет и обеспечении устойчивости финансового рынка. Основная задача Белоусова до 2030-го превратить максимум сбережений в инвестиции. Третий механизм связан с поддержкой и наращиванием ни сырьевого, ни энергетического экспорта на рынках дружественных стран. Для продвижения отечественного товара на внешних рынках будет предоставляться льготное инвестиционное и торговое финансирование. Здесь речь идет о той же финансовой поддержке, которая должна упасть на плечи государства, что и в инвестирование. Однако, несмотря на рост товарооборота России с дружественными странами, до экспорта Китая... Ну, нам как до Китая. Четвертый механизм ускорения роста российской экономики — поддержка сектора малого и среднего бизнеса. Он перекликается с пятым успешной реализацией проектов импортозамещения. Основная цель здесь у государства — это стимулировать наших бизнес-гигантов закупать оборудование и товары у нашего малого бизнеса. Ничего нового, наверное, не скажу, но нам нужна промышленная независимость. Конечно, классно, что у нас есть такой хороший друг, как Китай, но плохо, что кроме такого друга, как Китай, у нас-то и как-то... На бумаге, конечно, все выглядит хорошо. Однако, возможно, возникнет проблема при реализации вот этого всего. Как ты мог заметить, большую финансовую нагрузку берет на себя государство. Тут и там государство осуществляет финансовую помощь. Ну, конечно, рост российской экономики более чем на 2% в год, на протяжении 6 лет, но вполне возможно, в теории. Однако правительство должно и далее поддерживать субсидирование, то есть помощь в погашении процентных ставок по кредитам. И это касается не только процентов по ипотекам на жилье, которые продолжают субсидировать до 2030-го. Важно же еще субсидировать процентов по промышленным ипотекам. Это те кредиты, которые дают под залог больших и малых производственных площадок. По ним максимальная ставка сейчас 5%, но сама-то программа льготного кредитования заработала только вот сейчас, в 2024-м. И пока неизвестно вообще, насколько она востребована. И это не первый раз, когда строятся далеко идущие планы, но они не выполняются. Алды должны помнить. Стратегия 2020. Я думаю, она сейчас у многих может вызвать только приступ сарказма всего тела. Цели-то изначально были запланированы, но оказались не достигнуты. В декабре 1999-го Владимир Путин, занимая пост премьер-министра, опубликовал статью «Россия на рубеже тысячелетий». Я хочу процитировать выдержку из этой статьи. «Необходимо обеспечить преодоление затянувшегося кризиса, создать предпосылки быстрого и устойчивого экономического и социального развития страны». Подчеркиваю, именно быстрого, поскольку сроки на раскачку в стране не отпущены. Тогда эксперты рассчитали, что для того, чтобы достичь уровня жизни Португалии, нужно, чтобы каждый год ВВП рос не менее чем на 8% в течение 15 лет. А вот если ВВП будет расти на 10%, то Россия по уровню подушевного ВВП будет на уровне Великобритании или даже Франции. Те, кто постарше, должны помнить лозунг «Догнать и перегнать Португалию», который был популярен 20 лет назад. Но 20 лет прошло, и в 2019-м ряд экспертов сделали вывод, что догнать Португалию не удалось. Если считать подушевному ВВП, то и Португалия в прошлом году заняла 41 место, а Россия – 68-й. Ничего-ничего, мы через 20 лет придумаем новый индекс и все так охранительно по счетам первое место за ОМЕМ, ёпта. Пиши в комментариях, веришь ли ты, что программа из пяти шагов Белоусова будет реализована, или тебе кажется, что все получится так же успешно, как и с предыдущими программами. Спасибо, что нажал лайк. Желаю богатства. Рами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok